В этом видео вас ждут 9 новых загадок и головоломок. Для их решения вам потребуется как следует напрячь мозг. На раздумье у вас будет 15 секунд, но если понадобится больше, то не стесняйтесь ставить видео на паузу. А если вы еще не подписаны на Моголь ТВ, то обязательно жмите на красную кнопку подписки и на колокольчик рядом с ней, так вы всегда будете в курсе новых интересных видео на нашем канале. Номер 1. В семье есть трое детей. Если умножить возраст каждого из них, то получится 72. А если составить сумму из возрастов всех детей, то получится 14. Подумайте и ответьте, сколько лет каждому из детей, если известно, что старшая дочь любит клубничное мороженое. Возможно, многих из вас эта загадка поставила в тупик. Казалось бы, при чем тут клубничное мороженое? Но на самом деле это важный факт. Изначально может быть 4 правильных ответа с возрастами каждого из детей. Но так как старшая дочь любит клубничное мороженое, мы знаем, что в семье есть один старший ребенок и эта девочка. Значит, единственным правильным вариантом является первый. Одной из девочек 8 лет, а остальным детям по 3 года. Номер 2. Майк находится на 20 этаже высокого здания, которое вот-вот должно обрушиться. Все лестницы заблокированы, поэтому спуститься вниз Майк может, только воспользовавшись одним из трех лифтов. Однако в каждом из них его ждет опасность. В первом лифте распылен ядовитый газ. Вторая кабина до потолка заполнена кипящей водой. В третьем лифте несколько ядовитых змей. Какой из лифтов выбрать Майку, чтобы спастись? Из условия мы знаем, что в кабине второго лифта кипящая вода. Однако она только в самой кабине. А значит, когда двери откроются, вода попросту выльется, и Майк сможет воспользоваться лифтом, чтобы спуститься вниз. Ставьте лайк, если вы ответили верно, и идем дальше. Номер 3. В городе начался зомби-апокалипсис. Джон был в своем загородном доме, когда увидел, что по улице рядом с его домом идут ходячие. Просто выйти из дома и убежать уже не получится. Нужно найти средства защиты, чтобы пробраться до ближайшего полицейского участка и укрыться там. У Джона в доме есть ружье 19 века, которое принадлежало одному из его предков. Также арбалет, который Джон использовал для развлечений с друзьями. На кухне есть несколько ножей, а также бейсбольная бита. С собой Джон может унести только одно орудие. Какое ему выбрать, чтобы спастись? Давайте рассуждать логически. Ружье 19 века, скорее всего, не может стрелять. Арбалет Джон использует для развлечений, а значит, он вряд ли хорошо им пользуется. Кухонные ножи – не очень хороший выбор, так как приходится подходить к зомби очень близко. Бита действует просто, и для нее не нужна специальная подготовка. Так что Джону стоит выбрать именно ее. Номер 4. Детектив прибыл по вызову на место кражи в загородный дом. Хозяйка дома рассказала, что ее ограбили. Детектив попросил рассказать подробности произошедшего. Хозяйка сказала, что заснула, а когда проснулась, то обнаружила, что из сейфа были похищены деньги и драгоценности. Также она рассказала, что в этот момент кроме нее самой дома были двое детей. Старший сын играл с мечом рядом с домом, а дочь читала книгу в своей комнате. Детектив поговорил с детьми потерпевшей и сразу же понял, кто грабитель. Кто же это и почему? Хозяйка сказала, что она спала в тот момент, когда произошло ограбление. Однако она в точности описала, что в это время делали ее дети. Как она могла об этом знать, если спала? А значит, хозяйка сама подстроила это ограбление. Номер 5. А сейчас задание на внимательность. Посмотрите на изображение и найдите два одинаковых символа. Продолжение следует... Номер 6. Рано утром Майкл собирался ехать к себе на работу в офис. Подойдя к парковке, где стояла его машина, он обнаружил, что автомобиля нет на месте. Кто-то его угнал. Полицейский, прибывший на место, допросил охранника. Тот рассказал, что был на своем рабочем месте. К сожалению, оттуда не видно место, где стояла машина Майкла. Но охранник утверждал, что с утра ни одна машина не выезжала с парковки, так как парковка огорожена забором, и только он может открыть ворота. Выслушав показания и осмотрев место преступления, детектив догадался, каким образом была похищена машина Майкла. Как же это произошло? Самые внимательные из вас наверняка заметили, что рядом с парковкой есть подъемный кран. Зломышленники просто подцепили с помощью него машину Майкла и смогли похитить ее, перенеся с помощью крана через забор. Номер 7. Безумный маньяк похитил Стивена и удерживает его в своем подвале. Стивен может спастись только через одну из трех дверей. Но каждая из дверей таит за собой опасность. Как только человек откроет дверь и переступит через порог, сработает смертельный механизм. За первой дверью будет выпущен ядовитый газ. За второй дверью сверху упадет гиря весом 100 кг. За третьей дверью будут выпущены сотни ядовитых москитов. Какую дверь выбрать Стивену, чтобы спастись? Если применить смекалку, то можно без труда найти решение. Стивен может выбрать вторую дверь. Но для начала ему нужно снять с себя ботинок, открыть дверь и бросить ботинок туда. Тогда механизм сработает и гиря упадет. После этого Стивен сможет безопасно пройти. Номер 8. Логическая загадка. Вы зашли в спальню. Там стоит одна кровать. На ней два кота. Рядом бегает одна собака. Сколько всего ног в комнате в данный момент? Правильный ответ – две. Это ваши ноги, так как у животных лапы, а у кровати ножки. Редактор субтитров А.Семкин Не забудьте написать в комментариях, насколько загадок вы ответили верно. Также заходите в группу Моголь ТВ ВКонтакте, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе новых видео. И, конечно же, оставляйте свои комментарии под этим роликом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!